Здравствуйте! В эфире новости в студии Амир Кедрасов. В филе Лерцентре Дуслык на днях прошло общегородское родительское собрание. На нем были обсуждены особенности проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году, а также рассмотрены планы профориентационной работы с учащимися в ближайшие годы. Мероприятие было организовано для родителей учащихся 9-11 классов с целью информирования о процедуре проведения государственной аттестации в 2017 году, а также о наиболее актуальных профессиях, в которых сейчас нуждается рынок труда, чтобы родители в свою очередь помогли своим детям определиться с будущей профессией и образовательным учреждением для поступления после окончания школы. В работе собрания приняла участие заместитель главы администрации Наталья Лапшина. Она подробнее рассказала о муниципальном проекте развития кадрового потенциала, который активно разрабатывается с прошлого года. Мы задумали масштабную работу по возрождению кропотливой, результативной, эффективной системы профориентации школьников. Потому что, к сожалению, в последние годы она была утеряна, но в том виде, в котором она была и существовала в современных реалиях, она существовать уже не может. С докладом об итогах поступления учащихся в 2016 году перед родителями выпускников выступила директор управления образования. Она рассказала об особенностях сдачи государственных экзаменов в 2017 году, обязательных предметах и тех, которые учащиеся смогут сдать на выбор. Не следует выбирать большое количество экзаменов для сдачи. Четыре, максимум пять, включая обязательные. И уже целенаправленно к этим экзаменам готовиться. Кроме информации о предстоящих экзаменах на собрании, родители смогли узнать больше о профессиях, которые будут востребованы в ближайшие 50 лет. Об этом рассказала главный инспектор Центра занятости Кумертау Людмила Соломко. Также на мероприятии были затронуты темы развития городских предприятий, увеличение рабочих мест, перспективы для молодежи и многие другие. На сегодняшний день профориентационная работа очень важна. Не только для вузов, но и для нас, родителей. Мы на таких собраниях получаем информацию о тех учебных заведениях, которые представлены в городе, о тех специальностях, которые, скажем так, могут получить наши дети, ученики 11 классов. Также, я не знаю, присутствуют ученики 9 классов, то есть это среднее образование, то есть по каким специальностям можно получить, не выезжая из нашего города. Мероприятие стало полезным не только для родителей. Руководители городских колледжей и вузов больше узнали о том, какие профессии интересны для молодежи и в каких кадрах нуждаются городские предприятия. Хочется пожелать всем удачной работы, успешной работы, чтобы в результате этого учебного года все наши выпускники успешно прошли итоговую аттестацию и поступили в те учебные заведения, в которые они хотят. Но самое главное, удачно выбрали специальность, отучились по ней и вернулись в родной город специалистами. 22 ноября состоится собрание для будущих выпускников, на котором директора профессиональных образовательных учреждений представят свои заведения. На сайте администрации также выложена актуальная информация для родителей и выпускников. Каждый может получить необходимые данные о городских колледжах и вузах, а также узнать больше о профориентационном проекте «Команда будущего». 10 ноября свой персональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел России. Праздник стражей порядка обычно встречают на посту. В нашем городе по традиции отличившихся и не занятых в этот день на службе поздравляли на торжественном мероприятии. День сотрудника органов внутренних дел. 10 ноября отметили кумертаутские полицейские. В Доме культуры «Рассвет» собрались действующие сотрудники, ветераны, а также члены их семей. Для торжественного открытия мероприятия в зал внесли государственный флаг Российской Федерации. Собравшись, я поздравил глава администрации городского округа Борис Беляев. Во все времена человеку в форме, начиная от рядовых сотрудников полиции до высшего офицерского состава были повышенные требования. Полицейские нашего города свой долг выполняют с честью, отметил он. Ваша служба является основой стабильности и безопасности, гарантом законности и правопорядка. Мы с уверенностью можем сказать, что сотрудники органов внутренних дел по городу Кумертау честно и добросовестно выполняют свои служебные обязанности по защите прав граждан, сохраняя безопасность и спокойствие наших горожан. И в этот праздничный день я желаю руководству МВД, всему личному составу и вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, добра, мира и успехов в вашем нелёгком труде. После поздравлений Борис Владимирович вручил почётные грамоты и благодарственные письма сотрудникам за добросовестное исполнение обязанностей и вклад в обеспечение общественного порядка. В день профессионального праздника к коллегам с тёплыми пожеланиями обратился начальник отдела МВД по городу Кумертау Марсель Абзалилов. Охрана правопорядка всегда связана с большим риском для жизни, и в этот день сослуживцы вспоминали героев-земляков, погибших при исполнении служебного долга. Они являются примером мужества и отваги. Особые слова благодарности звучали в адрес ветеранов МВД. Они передают богатый опыт и лучшие традиции службы. День профессионального праздника – это хороший повод снова встретиться с коллегами, говорят они. За годы службы пройдено многое. О сложных операциях по задержанию особо опасных преступников, о боевых заслугах во время службы в Северокавказском регионе и многих других этапах работы сейчас им напоминают многочисленные правительственные и ведомственные награды. Отдано 32 года в службе отдела внутренних дел, ваше министерство внутренних дел. Конечно, сегодня встречаю первый год своего отдыха. Таким приподним настроением. Как-то отдыхаю, потому что, знаешь, я в виде своих ветеранов, которые еще вот сейчас пришли, пообщаемся, вспомним те годы, которые вместе служили. И вот молодым ребятам хотим тоже дать напутствие в будущем. Хотя, как сейчас говорят, трудно, трудности везде есть, надо просто иметь выдержку. В общей сложности служил я 37 лет, 3 месяца и 13 дней. Вот таким образом. И нисколько не жалею, что я выбрал такую профессию. И, надо сказать, по моим стопам, значит, пошли. Мой родной брат, Фанис Сарахимович, подполковник, сейчас на пенсии. В данное время служит мой сын в Министерстве внутренних дел, Республика Вашкорстан, в управлении, о всем порядке, тоже подполковник полиции. Согласно приказу ведомства о поощрении, десятки сотрудников отдела МВД по городу Кумертау получили почетные грамоты и благодарности за достойную службу. Особо отличившимся были присвоены очередные специальные звания, вручены ценные подарки. В течение всей торжественной церемонии свою службу несли будущие защитники Родины. В полицейском классе 6-й школы растет смена нынешним правоохранителям. Я с первого класса занималась военной подготовкой, мне очень нравилось это и думаю, и полагаю, в дальнейшем этим заниматься. Пожелаю всем им здоровья, чтобы не болели. Со своим одноклассникам я хочу пожелать, чтобы они так же хорошо сдали экзамены, 9-й класс. Ну, всего, чего можно пожелать, всего хорошего. Мы с сотрудников органы, чтобы поменьше было преступлений и закон был справедливее. В этот день по традиции сотрудников полиции поздравляют артисты города. Детские коллективы и сольные исполнители свои выступления посвятили виновникам торжества. Много талантов и среди самих полицейских. Они тоже стали участниками концертной программы и показали, что умеют не только выполнять свои профессиональные обязанности, но и прекрасно поют, играют на музыкальных инструментах. Были и композиции, посвященные тем, кто ушел из жизни. Память тех, кто погиб при исполнении служебного долга, почти ли минутой молчания. Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Концертные номера для тех, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству, наполнен патриотическим смыслом. Заключительная песня «Господа офицеры» буквально стала гимном. Зал слушал стоя. Поскольку наряду с военнослужащими сотрудники внутренних дел тоже встают на защиту Родины, когда это нужно. Что ж, пока это все. Итоги уходящей недели подведем в воскресенье в 22 часа на телеканале «Арис». До встречи. Продолжение следует.